Итак, к новостям. На Дону должен появиться новый водозабор, а на действующей городской системе фильтрации воды уже проведена масштабная реконструкция. Это лишь некоторые положения документа, которые отправятся на рассмотрение в правительство России. Резолюция по спасению Цемлянского моря сегодня была утверждена на круглом столе, в котором приняли участие городские власти, природоохранные организации и общественники. Подробности смотрите в нашем видеоматериале. Круглый стол в информационном центре АЭС – логическое продолжение двухлетней работы местных властей по спасению Цемлянского водохранилища, которое сегодня терпит самое настоящее экологическое бедствие. Рукотворное море исчерпало свой ресурс, равно как и городской водозабор, который уже оставлял Волгодонск без источника воды. Кроме 170 тысяч гаражам в спасении моря заинтересована и атомная станция, которая водами Цемлы охлаждает турбины энергоблоков. По словам экологов, даже если весна 2012 года будет полноводной, это лишь отсрочка от катастрофы. Мы обращались, в частности, к Шойгу, к Министерству по чрезвычайным ситуациям, когда увидели, что резкое падение воды идет, что появились острова и все такое. Мы получили ответ, что проводится мониторинг, что взят под контроль состояние уровня воды. И занимается само Министерство и в области Главного управления МЧС тоже под контролем это все взяло. В деле спасения источника питьевой воды были задействованы различные организации, в том числе молодогвардейцы организовали сбор подписей в защиту Цемлянского моря. Собранные подписи будут отправлены премьеру страны. Без миллиардных вливаний с федерального бюджета водохранилище не спасти. Необходима государственная целевая программа по оздоровлению природного объекта. В частности, только строительство нового водозабора оценивают в миллиард рублей. А еще необходимо укрепление берегов Рукотворного моря и создание условий для возрождения рыбных запасов. Принятая резолюция фактически является планом по экологической реабилитации Цемлянского водохранилища. В ближайшее время будет два таких значимых события для нашей тематики. Это встреча нашего губернатора с руководителями агентств федеральных, в том числе агентства водных ресурсов. И он может эти проблемы поднять. И мы до него доведем мнения, которые были здесь высказаны. И затем губернатор утвердил морской совет, который пройдет, ну там точной даты нет, там февраль-оприк, скорее всего в марте он это предполагал будет, где будут даны уже поручения. Одобренная резолюция будет подписана всеми участниками Круглого стола и направлена во все необходимые ведомства, в том числе правительству Дона и России. И по словам спикера Думы Петра Горченюка, Круглый стол в том же составе соберется уже летом будущего года, чтобы заслушать отчет о проделанной работе. Екатерина Львова, Иван Иванков. Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok